На Олимпиаде проверяют свои знания 80 школьников со всей области. Победители городских и районных этапов отдельно борются за победу 9, 10 и 11-классники. Задание потребует глубокого знания каждой области родного языка. Это орфоэпические нормы, мне неправильно говорить. Надо знать морфологический и синтаксический анализ, потому что они работают со словом и предложением. Необходимо знать семантику русского языка, а лексическое значение современных слов и умение объяснить эти слова с точки зрения развития языка с исторических позиций. Все личные вещи, в том числе и телефоны, участники оставляют при входе. Текст заданий приходит в аудитории в запечатанных конвертах. Для решения Олимпиады школьникам дают 4 часа. Спартанские условия очищают голову от лишних мыслей и помогают сосредоточиться. На столе олимпиадник может иметь шоколадку для поддержания мозгов, воду, Это понятно. Несколько ручек, вдруг одна перестанет писать. Естественно, паспорт и личный код для шифрования работы. Среди знатоков русского языка юноши в меньшинстве. Михаил покоряет Российскую Олимпиаду не впервые. В прошлом году он стал призером регионального этапа. На этот раз Михаил должен превзойти себя, ведь в планах поступление в высшую школу экономики и занятия наукой. Нейролингвистика — это особый раздел лингвистики, который изучает всякие когнитивные процессы, которые связаны в первую очередь с языком. И эта наука, она очень тесно переплетается с психологией, и непосредственно с русским языком, и с их взаимодействием и влиянием друг на друга. Текст работы шифруется и отправляется на проверку. После школьники смогут ознакомиться со своими результатами в сети интернет. Для этого и нужен индивидуальный номер участника Олимпиады. Победа в финале даст весомые преференции при поступлении в ВУЗ. Павел Ярасов, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.